Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале, всех приветствуем в нашей школе будущего. Продолжаю рубрику «Царь грядет», и в этом видеоматериале мы должны с вами разобраться, может ли священник стать царем. А дело в том, что вот я наблюдаю нездоровую обстановку в этом отношении среди священников, поскольку очень многие ринулись проповедовать на YouTube-канале и позиционируют себя не просто как духовные лидеры, а как будущие цари. Вы должны понимать, дорогие священники, что если бы вы знали хорошо тексты священных писаний, вы даже мысли бы такой не имели в своей голове. Почему? Потому что вы должны понимать, что священник у нас относится к одному колену, царь к другому колену. Священники относятся к колену Левия, царь относится к колену Иуды. Именно в колене Иуда родился Давид, который помазан на царство, не семья его помазана на царстве, и Иисус был из этого колена. И фраза «царь-священник по чину Милхиседека», которая относилась в первую очередь к Иисусу, не относится к священникам никоим образом, поскольку эта фраза говорит о том, что царь будет духовным лидером одновременно и правителем, который будет разбираться во всех вопросах, и в экономических, и в политических, и в духовных. Вы должны понимать, что ваш уровень образования не позволяет вам этого сделать в первую очередь. Поскольку у вас нет таковой практики, когда вы оканчиваете духовную семинарию, то у вас достаточно узкая специализация. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы реально смотрели на вещи. Теперь я докажу это при помощи тех текстов, которые есть в Священном Писании. То есть это будут цитаты из Ветхого Завета. И когда я разговаривала с помазанником на эту тему, он сказал, что священником царь быть не может. Почему? Потому что священник служит царю. И он прав на все 100%. И вы сейчас поймете, почему. Итак, это первая книга царств. Глава 2, стих 35-36. Итак, из этих текстов мы выясняем, что все священники у нас являются левитами, то есть принадлежат колену леви и их должность является левицкой. Чем будут заниматься священники? Они будут поступать по сердцу Бога, по душе его. И они будут перед помазанником ходить во все дни. То есть они будут служить Богу и помазаннику. Поэтому будьте реалистами, выкиньте свои мечты из головы и проповедуйте себе на здоровье, не искажая текстов. Всего вам доброго. До следующей встречи.